Глава Сызрани приехал в 34-ю школу, где по национальному проекту образования создают кабинеты цифровой образовательной среды. Чтобы установить здесь компьютерное оборудование, на средства города делают ремонт. Завершить работы подрядчик должен через неделю. Осталось положить линолеум, но почему пол неровный и в некоторых местах пружинит? Под новым полом деревянные лаги, и глава Сызрани даёт поручение устранить неровности. Анатолий Лукиенко делает замечания по каждой, даже мелкой недоработке. Микротрещина внизу стены не должна испортить общего впечатления у детей и педагогов. Кабинеты цифровой образовательной среды откроются в сентябре 2022 года в трёх Сыдронских школах – 18, 23 и в 34. По два кабинета в каждой школе. Компьютерное оборудование, закупленное на средства Министерства образования, должно вывести образование на новый технологический уровень. Как это уже сделано по национальному проекту в нескольких школах Сызрани. Цифровая среда – это дополнение к традиционной форме обучения. Учебники и тетради никуда не денутся. Но в кабинетах с компьютерами педагоги будут чередовать обычную работу с классом и занятия на онлайн-платформах Министерства образования. По мнению Минобра, цифровые навыки детей должны сделать получение знаний более интересным и динамичным. По срокам завершения – это до 10 августа. Сегодня у нас первое. То есть ещё есть время на завершение, на выполнение всех работ. В целом работы выполнены достаточно качественно. Объёмы невыполненных работ – они совершенно небольшие. Их в силах, по силам строителям завершить качественно. Есть и замечания, на которые мы обратили внимание. И я думаю, что эти замечания мы все успеем так же исправить с хорошим качеством. В школе 23 подрядчику сделаны замечания по покраске стен. Глава города указал на небольшое пятно от воды под потолком. И поручил руководству комитета по строительству и архитектуре организовать обследование кровли, чтобы не допустить протечек. Основные работы – это замена оконных проёмов. То есть на пластик мы здесь поменяли окна. Это была заменена система отопления, электрика. И выполнен ремонт стен и напольного покрытия. 23-ю школу построили в 1988 году в авральном режиме за несколько месяцев. И с тех пор здесь ещё не было капитального ремонта. Нам необходима ещё мебель, конечно же. Так как, в принципе, оборудование запланированное для этого, для двух кабинетов уже поставлено. Это ноутбуки, это необходимые сопроводительные мыши, это многофункциональный процессор, который, в общем-то, был запланирован сюда, приобретён. Через неделю ремонт кабинетов завершат и начнут оборудовать компьютерной техникой. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально.